В Бишкеке прошло первое феминале западного искусства. В течение 17 дней в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева была открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран. Целью мероприятия является привлечение внимания к якобы существующему ущемлению прав женщин и пропаганда о равноправии полов. Следует заметить, что феминале, естественно, вызвало весьма бурную негативную реакцию со стороны общества, так как в мероприятии участвовали обнаженные женщины. Со стороны общественных активистов были предприняты попытки организовать митинг против такого рода мероприятий, но суд запретил проведение митингов с 5 декабря по 1 января. Наш корреспондент обратился за комментарием к журналисту из Бишкека Перезад Крыгызбаевой, которая прокомментировала ситуацию следующим образом. Следом приобщение людей к современному искусству и пропаганде прав женщин является ничем иным, как попытка внедрить западные ценности, западное мировоззрение в народ Кыргызстана. Оно вызвало широкий общественный резонанс. На организаторов и участников данного мероприятия обрушился шквал критики и возмущений в социальных сетях, а также от некоторых известных людей. И это свидетельствует о чуждости народу от западных взглядов, так как народ привержен своей культуре и ценностям, которые исходят из религии ислам. Вместе с тем мы видим, как незначительная часть общества в лице экс-президента Розы Аутумбаевой, участниц феминистических движений, ЛГБТ-сообществ, ряда неправительственных организаций и некоторых чиновников, вступила в поддержку этого фриминалии и этим самым изобречила себя как проводника западного мировоззрения в наше общество. И народ должен знать, от кого исходит эта опасность. Под опасностью я подразумеваю западные ценности, взгляды, мировоззрение, которые ведут к моральной деградации и упадку. И как следствие этого, к фундаментальному изменению и глобальным катастрофам, таким как экономическим кризисом, вооруженным конфликтом, эпидемиям, голоду, бедности и даже экологическим катастрофам, которые мы наблюдаем сегодня на Западе и во всем мире.